Йоу, всем привет народ! В этом видео я покажу и расскажу, как ты можешь заменить дефолтный шрифт в CS GO на любой свой. Я думаю, что многие замечали у ютуберов, которые снимают Counter-Strike, что у них стоит не дефолтный шрифт в его конфиге. Поэтому, если ты действительно интересуешься вопросом, как же поменять шрифт и сделать какой-то свой уникальный конфиг, то это видео для тебя. В нём я расскажу и покажу, как ты можешь это сделать. И если это тебе действительно нужно, то обязательно подписывайся на канал, ставь лайк для того, чтобы отблагодарить меня за то, что я снял это видео. Мне будет очень приятно. Кстати, мы идём к цели в 100 тысяч подписчиков, но на данный момент хотя бы давайте осилим 15. Поэтому я буду тебе очень благодарен, если ты нажмёшь на кнопочку подписаться. Спасибо тебе большое. Ну и не будем затягивать начало видео и переходим к самому интересному. Поехали. Итак, для того, чтобы тебе изменить шрифт, тебе для начала нужно скачать программу, которая находится по ссылочке в описании. Сейчас объясню, зачем тебе скачивать программу и почему ты не можешь сделать это вручную через файлы игры. На самом-то деле, можешь. Но куда проще скачать программу, чтобы она сделала это автоматически, нежели копаться в файлах вручную. Лично для меня так проще. Если же ты не хочешь скачать программу, ты можешь закрыть это видео и открыть какое-то другое, если оно есть, и посмотреть, как делают там вручную. Но если же ты мне доверяешь, тогда устанавливай программу и не бойся. У тебя не укрытут никакой аккаунт, так как там не нужно проходить авторизацию и тебя не забанят за это вакуум. Потому что ты не инжектишь ничего в игру соответственно. И это даже как бы не инжектиться, в общем-то, да. Поэтому переходим по ссылочке в описании и устанавливаем программу. Кстати, после того, как ты перейдешь по ссылочке, тебе слева нужно будет нажать разрешить уведомление. Только после этого ты сможешь скачать саму программу. Увы, но это так. Ничего с этим поделать не могу. После того, как ты установил программу, ее нужно тебе запустить. Итак, открываем программу. И как видишь интерфейс довольно легкий, поэтому в нем разберется даже маленький ребенок. Все, что в первую очередь нужно будет сделать, это удалить расположение файла CSGO, который указан дефолтно в программе. И там нужно будет указать расположение игры, где она установлена у тебя на компьютере. Как же это найти? Предлагаю перейти в Steam, в библиотеку, нажать на CSGO правой кнопкой мышки на свойства. И далее нажать на кнопку посмотреть локальные файлы. Далее у тебя в проводнике открываются путь расположения твоей игры. Вверху ты можешь скопировать этот путь. Нажимаем Ctrl-C, закрываем проводник, закрываем Steam и далее переходим в программу. Все, что здесь написано удаляем и нажимаем Ctrl-V в это окошко. Соответственно, таким образом мы вставляем свой путь расположения к нашей игре. После чего мы должны нажать ОК. Итак, второе действие, которое тебе нужно будет сделать, это перейти на сайт по ссылочке в описании, где у тебя откроются все шрифты, которые есть в мире. Соответственно, здесь ты должен выбрать тот шрифт, который ты хочешь видеть у себя в CS. Здесь очень много шрифтов, поэтому выбирай что-то на свой вкус. Точно также и я сейчас поступлю. В принципе, выберу то, что мне будет по душе в данный момент. После того, как вы определили с шрифтом, мы должны установить этот шрифт себе на компьютер. Но для начала мы нажимаем на кнопочку Я не робот и далее проходим установочку нашего шрифта. Он у нас скачался на компьютер и далее нам нужно скачать его в систему. Для этого мы нажимаем правой кнопкой по шрифту и здесь у нас есть кнопочка установить. Тыкаем на нее и устанавливаем данный шрифт себе в систему компьютера. После этого нам нужно всего лишь заменить в CS шрифт на этот. Для того, чтобы это сделать, мы далее открываем программу и здесь уже нажимаем на плюсик. Теперь у вас открывается весь список шрифтов, которые у вас установлены на компьютере на данный момент. И здесь ты должен выбрать именно тот шрифт, который ты скачал. Название этого шрифта есть соответственно в паке шрифтов, который ты установил. Там будет написано какой этот шрифт и в общем-то его название. Именно по этому названию и ищи в этом списке. Все, что тебе нужно, это просто выбрать тот шрифт в списке. На данный момент тот шрифт, который я устанавливал, это вот этот. Поэтому я на него нажимаю и добавляю его себе. После чего у вас появилась уже вторая менюшка в вашей программе, то есть дефолтный шрифт и тот шрифт, который мы только что установили. Также у нас появился вот такой вот ползунок. Двигая его, мы можем изменять размер нашего текста. Если вы хотите сделать его меньше, то двигаем его влево, соответственно. Если больше, то соответственно вправо. Но лично мне это не нужно, так как я оставлю это все на дефолте, я думаю, что мне так все будет ок. Поэтому применяем и устанавливаем этот шрифт. В принципе, дело в шляпе, как говорится. Теперь мы закрываем эту программу и переходим в саму кс, чтобы посмотреть, что шрифт действительно поменялся и все хорошо. И как мы видим, действительно все так и есть. Шрифт поменялся, никаких проблем нет и абсолютно во всех вкладках нашей менюшки он переведен. Так что, если тебе этот способ помог и действительно был полезным этот видос, то обязательно подписывайся на канал, и ставь лайк этому видео. Я надеюсь, что мы быстро добьем 15 тысяч подписчиков и дальше будем двигаться к нашей цели. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.